Здравствуйте, друзья мои! У нас с вами сегодня распаковка. Мне пришла посылка с моего любимого интернет-магазина Мелодия Бисера. Позиции товара пришло много, товар пришел разноплановый. И сейчас мы с вами рассмотрим все, что пришло, и я расскажу вам свое мнение по поводу каждой позиции товара. Давайте начинать! И первое, на что хочу обратить ваше внимание, это на то, что мне пришел вот такой вот симпатичный органайзер. Сейчас я еще более детально вам его покажу, но пытаюсь его поместить в кадр так, чтобы он полностью влез, и вы могли оценить его размеры. Органайзер достаточно большой. Он вот так вот выглядит. Я бы даже сказала, что это не органайзер, а скорее всего палет. А выглядит вот так вот, как вы можете видеть. Достаточно удобные глубокие ячейки. И для тех, кто так же, как и я, делает броши, это будет незаменимой вещью. Вот у меня все время был вопрос, куда размещать броши, так, чтобы они красиво смотрелись, и их всех было видно. Так вот, теперь у меня есть, куда их размещать. И вам я могу этот органайзер тоже рекомендовать. Что самое интересное? Он деревянный. Визуально кажется, что он обтянут кожей, но это не кожа, это какой-то другой материал. Но это и не пластик, да. Я не знаю, честно вам скажу, чем он обтянут, но тем не менее смотрится хорошо. Всего у нас тут 6 ячейчек в длину и 4 ячейки в ширину. Места в ячейках достаточно для того, чтобы... Вот у меня брошечки вот такие. И места достаточно, чтобы их размещать. Причем достаточно места абсолютно на любую брошку. Вот эти вот у меня самые большие, но они тоже, как вы можете видеть, помещаются полностью в эти ячейки. Этот органайзер достаточно недорогой. По-моему, он стоил около 500 или 600 рублей. Но вот 100% могу вам его рекомендовать. Ссылочки на мастер-классы по брошечкам. Также на все позиции товара я оставлю вам под этим видео. Также не забывайте указывать при заказе промокод RTV и получать дополнительную скидку в размере 5% на все позиции товара. А мы с вами приступаем к просмотру следующих позиций товара и обсуждению уже их. Это опять же будут такие себе более организационные рабочие инструменты, которые я использую в своей работе. Во-первых, это красивые вот такие вот сумочки. Они есть разные, они есть однотонные, они есть вот с разными рисунками. Мне они нравятся, они как-то создают такое себе праздничное настроение. И когда я отправляю какие-то брошечки, либо заказы своим клиентам, то я обязательно сначала вкладываю украшение в какой-то вот такой вот пакетик, а уже потом ложу его в коробочку. Следующее это вот такой вот маленький органайзер. Я очень люблю плести где-то, но не дома. Поэтому очень удобно взять с собой вот такой вот органайзер куда-то и плести там в кафе или на пляже. Очень удобные вот эти вот емкости. Во-первых, они не сильно глубокие, но тем не менее бисер не рассыпается, так как иногда бывают такие органайзеры, с которых они очень глубокие и с них не очень удобно набирать бисер. Поэтому вот эту штуку точно могу вам рекомендовать. Смотрится красиво, очень такая интерьерная вещь. С изнаночной стороны вот так выглядит, с лицевой вот так вот. Дальше переходим к следующим позициям товара. Я заказывала еще натуральную кожу. Кожу я заказывала черную и белую. Я уже не единожды покупаю кожу в этом интернет-магазине. И она мне очень нравится тем, что она достаточно хороша в работе. Я ее использую для изнанки своих брошечек. Вот так вот симпатично она выглядит в брошках. Но тут есть один очень важный момент. А если вы делаете броши, которые вышиты и потом нужно заделывать изнаночный край, сейчас покажу, так как у меня вот в этой вот работе, то... Кстати, тут я тоже использовала вот эту кожу. Но тут очень важный момент. Эта кожа достаточно жесткая и через нее сложно проходить иглой. Но она качественная, поэтому ее я вам тоже могу рекомендовать. Ради эксперимента я взяла лакированную вот такую искусственную кожу. Никогда до этого я ею не пользовалась. Она тоньше, чем натуральная кожа, во-первых. Смотрится она... Я не буду, наверное, вытягивать. Смотрится она вот так вот вживую. И с изнаночной стороны она мягенькая. Не знаю еще, как она будет вести себя в работе. Я с нее еще ничего не делала. Но эксперимент, наверное, удачный. Потому что мне она... Вот визуально она мне нравится. Как она будет вести себя в работе, я не знаю. Но это мы уже посмотрим немножко позже. Еще в этот раз я заказала коврик для бисероплетения. Заказала два коврика. Один был серый, второй вот такой. Вот серый я сейчас активно использую. Они достаточно мягкие и удобные в работе. Я беспокоилась по поводу того, что они могут быть не настолько хороши, как я себе это представляла. Потому что они достаточно пушистые. Но игла ни за что не зацепается. Они удобные. Единственное, что это формат А4. И мне немножко не хватает высоты и ширины. Если бы они были чуть-чуть больше, было бы вообще идеально. Но, тем не менее, и так смотрится довольно неплохо. Следующее, что я заказывала, это фетр. Фетр я заказывала жесткий, белого и серого цвета. Я не очень часто что-то вышиваю. Поэтому вот этих двух листов мне хватит надолго. Следующее, что было заказано мной, это уже касается более творческого процесса. Единственное, в чем я немножко была разочарована, так это вот в этой своей покупке. Очень красивый камень. На самом деле, очень красивый. Выглядит просто шикарно. Я уже перепаковала некоторые позиции товара из заводских упаковок в те, которые мне ближе. Поэтому показываю вам в тех, которые есть. Вот так вот смотрится просто волшебно. Но, это, к сожалению, не натуральный камень. Я думала, это натуральный камень. Оказывается, нет. Скорее всего, это пластик. Я не пробовала его поджигать, чтобы сказать вам со стопроцентной уверенностью. Вот так вот он смотрится с изнаночной стороны. Вот так с лицевой. Визуально, если вам нужно просто, чтобы красиво смотрелось украшение, эти камни будут шикарные. Если вы все-таки верите в силу камней и то, что они как-то вас усиливают, то вот это, это совсем история не о том. Это просто про красивую картинку. А следующие камушки, которые я заказала, это вот эти. Это уже ближе к натуральным камням. Мне кажется, что, скорее всего, они даже натуральные. Выглядят они красиво. Это такие себе каплевидные кабушончики. Сейчас открою и покажу. Зеленый вот так вот смотрится. Зеленый просто волшебный. Мне почему-то в последнее время начали очень нравиться зеленые камни. Их вам могу рекомендовать. Стоили они, по-моему, 100 рублей или что-то в этом роде. Но смотрится просто волшебно. Дальше следующие позиции товара, про которые мы с вами поговорили. Это будут пайетки. Пайетки я заказывала в размере 3 мм. Я их перепаковала уже с заводских упаковок. Заказывала в трех цветах. Они аккуратные. Что я могу сказать? Дырочка достаточно большая. То есть, они будут удобные в работе. Что я с ними буду делать, я еще не решила. У меня в последнее время какая-то большая страсть на пайетки. Но я так и не придумала пока что, что с ними делать. Я смотрю, как вышивают некоторые мастерицы пайетками. Выглядит очень красиво. Но сама я еще к этому не дошла. Возможно, уже пришло время. Поэтому как раз и заказала для себя эти пайетки. Еще. Вы часто спрашиваете в работе с брошами, какой клей я использую. Так вот. Чаще всего я использую вот этот вот клей B6000. Удобнее, конечно, использовать его в более мелких тюбиках. Так как он имеет свойство высыхать. Несмотря на то, что тут очень удобный вот этот вот носик. Да, оно закрывается. Все очень удобно. Но все-таки, к сожалению, мы не с такой скоростью используем этот клей. Чтобы он не засыхал. Поэтому он часто засыхает. Но на данный момент это лучший клей, который я когда-либо использовала в своей работе. Я уже не первый год им пользуюсь. И вам могу его со стопроцентной уверенностью рекомендовать. Еще хочу с вами поговорить про иглы. Я заказала вот эти вот иголочки. Опять же, по мелодии бисера. Они пришли в той же посылке. И тут очень интересные моменты. Зачастую я пользуюсь иглами пони. Десятый номер. Длина 5 сантиметров. Но на этот раз меня что-то потянуло на эксперимент. И я решила посмотреть, какие они еще бывают. И будут ли они мне удобны в работе. Мой выбор пал на вот эти иголочки. Они тоненькие. И по-моему, они не особо отличаются от пони десятки. Но тут могу ошибаться. Я их еще не использовала. Просто решила заказать, показать вам. Вот эти иглы. Чем они интересны? Это игла с большой прорезью по середине. С большим центральным ушком. То есть, если у вас есть проблемы с тем, что у вас возникают трудности с попаданием нитки в ушко иголки обычной, то вот такие вот иглы будут для вас идеальны. Они тоненькие и, наверное, хороши в работе. Честно говоря, я еще их не использовала. Но вот, наверное, пришло время эксперимента. Еще заказала вот такие иглы. И когда они мне пришли, я была сильно расстроена. Потому что я не досмотрела, что это не бисерные иглы. И почему-то их заказала. И они вывезли просто гигантскими. Вот такими. С большими ушками. Для тех, кто вышивает нитками, они будут, наверное, хороши. Но для меня это прям вот бесполезная вещь. Очень бесполезная вещь. Но куда-то я их пристрою. Тут сама виновата, сама ошиблась. Еще на что хочу обратить ваше внимание. Это бисер. Я заказывала тоха в базовых цветах. Черный, белый, серый, белый. Уже не знаю где. Где-то я его положила. Поэтому сейчас его вам уже не покажу. Раскладки. И вот такой вот золотой и серебряный. А тоха круглый, вот этот маленький, я заказывала в 15-м размере. Золотой и серебряный заказывала в 11-м размере. Но тут опять же у меня было сильное разочарование. Когда пришла посылка, я думала, что это ошиблись в интернет-магазине. И прислали мне бисер большего размера. Но потом зашла в заказ, посмотрела и поняла, что нет, ошиблась. Такие я. Заказывала золотой. Это гельвинизированный бисер. То есть бисер со стойким покрытием. Он не облазит. Очень хорош в работе. Он есть в разных размерах. Поэтому вот этот бисер, если вас интересуют металлики, могу вам точно рекомендовать. Это на данный момент лучший металлизированный бисер, который я видела. Поэтому обратите на него свое особое внимание. Еще что хочу вам показать, так это леску. Леску я заказывала черную-белую. Вот такую. Где-то я видела в какой-то распаковке, что кто-то рассказывал, что она очень хороша и не особо отличается от файлайна. Так вот, это неправда. От файлайна она отличается очень. Во-первых, она достаточно толстая. Во-вторых, она не настолько гибкая и не настолько удобная в работе. Поэтому обращайте на это свое внимание. Конечно же, она намного дешевле по цене. Вот этот вот моточек стоил, по-моему, 150 рублей или как-то так. Конечно же, файлайн стоит в разы дороже. Так вот, по цене и по качеству вот эта вот леска значительно хуже, чем файлайн. И если вам кто-то будет говорить, что это одна и та же нитка. Я видела просто это в одном обзоре, поэтому вот решила проэкспериментировать и заказать ее. Если вам кто-то будет говорить, что это одна и та же нить, просто на разных намотках и как-то с разными вот этими вот названиями, можете в это не верить. Это полное вранье. Потому что вот эта леска сильно уступает файлайну. Конечно же, она по цене значительно дешевле. Но она и значительно хуже. Так что, будем реалистами. Вот эта нить, я не могу сказать, что она чем-то хороша. Она толстая, она плохо проходит в ушко иглы. И она не особо удобная. Файлайн, он не путается. С ним удобно работать. С вот этой леской работать не так удобно, к сожалению. А вот, что я вам хотела сказать про эту леску. Следующее. О чем хочу с вами поговорить, так это про вот такие интересные штуки. Сразу поговорим о том, что это. Это закладки в книжку. Я не знаю, как называется на русском, на украинском это называется закладка. Как это называется на русском языке, я не знаю. Но это те штуки, которые вставляются в книгу и не дают, ну вот, если вы читаете книгу, да, на каком-то моменте вы останавливаетесь, закрываете, вставляете вот эту штуку и затем открываете с того же места, на котором вы закончили. Они с вот этими петельками и за них удобно будет цеплять какие-то бусинки, украшения. У меня есть идея сделать себе перышко красивое. Может быть, даже сниму мастер-класс и покажу вам, как его делать. Но выглядит довольно симпатично. Я люблю вот такие вещи. Я очень люблю читать. Если вы давно следите за моим инстаграмом, то время от времени я даже выкладываю какие-то свои обзоры на книжки и рассказываю, что я читала, что было интересного, что не очень. И в печатных книгах вот эти штуки очень хорошо вам пригодятся. Кстати, напишите мне, пожалуйста, а вы любите больше читать электронные книги или печатные? И вообще читаете вы или нет? Вот так вот они выглядят. Они есть серебряные, есть золотые, есть вот такие медные. Мне медные понравились больше всего, поэтому решила их заказать для себя. На этом это все, что я заказывала и все, что мне пришло в этот раз. Очень надеюсь, что этот обзор был для вас понятен и полезен. Подписывайтесь на мой канал, добавляйтесь в наше сообщество в социальных сетях, ссылочку на которое вы найдете под этим видео. Также все полезные ссылки на товары, которые я заказывала, я вам также оставлю под этим видео. Не забывайте указывать промокод РТВ во время заказа и получать дополнительную скидку в размере 5%. До встречи в следующих мастер-классах. Пока-пока!